Святые угодники Божии не искали легкую жизнь, они искали самую трудную жизнь. Таким подвижником был и преподобный Варлам Хутынский. В Средней Азии накануне праздника всех святых в земле русской просеявших почтили память этого угодника Божия. Литургию в пределе святого великомученика Пантелеймона, Свято-Успенского кафедрального собора Ташкента, совершил глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и узбекистанский Викентий. Преподобный Варлам Хутынский подвижничал в XII веке, в месте, которое называли дьявольским. Преподобный поселился там с надеждой и глубокой верой, что Господь поможет ему нести свой подвиг, чтобы побороть все дьявольские козни. Пример его жизни показывает, что постом и молитвою, как учит нас церковь, мы можем снискать благодать Божию, победив через покаяние все страсти. После окончания службы митрополит Викентий поздравил собравшихся с Днем памяти преподобного Варлама, а также дал наставление о том, как нужно проводить подвиг продолжающегося Петропавловского поста. «Наше с вами призвание такое, чтобы мы, сознавая свои грехи, бывают очень тяжкие грехи, мы бы воодушевлялись на то, чтобы принести плоды покаяния. То есть отвращение людей от ложного пути, ревность это такое служение. Но, конечно, не только одним словом, что ты грешный, грешный, давай искайся, извиняйся. Это неправильно. А вот своим личным примером, примером добродетельной жизни, как мы видим в лице святых угодников Божих, в том числе апостола Петра и Павла, в честь которых мы совершаем вот эти дни поста и моритки». Субтитры создавал DimaTorzok